Приветствую друзья! Идет у меня седьмая неделя ремонта двухкомнатной квартиры. Как я обещал, в понедельном вам показываю, что было сделано. Ну, я думаю, эта неделя у меня будет или последняя, или, ну, скорее всего, наверное, предпоследняя все-таки неделя. Так, ну, начнем. Так, кстати, заходите на мой сайт euroremont.ru. Итак, начнем со входа. Порожен везде ламинат. Ламинат положил буквально что-то за полтора дня, даже меньше, но ламината не хватило. Раминат у нас вот этот Таркет. Этот какая-то фирма, другая, я не помню, честно говоря, но вот у этого замки такие по срабжи чувствуется. Хотя, вот мне лично, мне больше нравится по цвету и не видно следов от ног. На темном бы следы больше видны, вот когда на просвет, а так на допустим. Итак, украдка вы ламинатом. Начинал я укладку ламината вот от этой стенки и угонял его в коридор, на выход коридора и в ту комнату. Украдка была врез порога в этой комнате с коридором. Ну, это получается коридор и зал. На кухне у нас идет кафель. Так, а вот в этой комнате идет ламинат уже другого цвета и здесь будет порог. При укладке ламината, что нужно было учитывать? Смотрите, вот здесь вот, вот у нас ламинат идет, да? Он идет, у него разные замки, которые вот стыкуются. Вставляешь замок и вот так вот стыкуешь его. Неудобно одной рукой. Итак, смотрите, если бы я стал украдывать вот этим замком в эту сторону, погнал бы, да? Вот таким вот образом. И потом мне бы пришлось вставлять вот так вот. То это было бы уже не так удобно. Приходилось бы ламинат как бы из-под низу заводить и поднимать. Вот так вот. Из-под низу заводить. И как бы вот здесь приподнимать, а здесь опускать. Когда объем большой, да, вот у вас, там, допустим, 5-6 метров в длину, то вот эту вот всю площадь, ее вот таким способом очень неудобно делать защелку в замках. Поэтому намного лучше, когда расположен вот так вот, и замок идет уже вот так вот. Так просто он вставляется, одна доска в другую, и просто опускается вниз. И за счет этого он защелкивается. Вот в таких вот местах бывают случаи, когда вот идет вся эта доска, да, и, ну, ее не защелкнешь. Если вот какой-то вырез пойдет такой, ну, бывает такое, ее невозможно защелкнуть. В этих случаях подставляешь одну доску, целую, вторую доску, здесь идет вырез, а потом в этом месте идет вот такая вот состыковка. И все. А потом уже от вот этих двух досок разгоняется к одной стене ламинат, и разгоняется к другой стене ламинат. Дальше. Туалет также сделан. Ну, вот смотрите. Помните, я в предыдущем видео рассказывал, как буду делать раскатку плитки. Вот что у нас получилось. Вот он у нас короб пошел. То есть цельная плитка, она идет от края, от угла, и идет подрез вот сюда за унитаз. и здесь то же самое. Хотя, вот, видно, что вот здесь вот плитка уже идет по-другому, раскатка. Ну, это нужно, потому что вот здесь вот такой вот рисунок идет. То есть подрез к этой стене, к этой стене. вниз до короба доходим, и здесь уже раскатка другая. Визуально, мне кажется, в общем-то, это будет нормально, потому что вот это вот место, оно закроется за унитазом. и все вот эти швы будут за унитазом. Как я думаю, вот если бы здесь вот потом выходил шов после унитаза, это было бы не так красиво. Так, ну и вот здесь, вот по вот этим вот кубикам показывал также, что вот, видите, идет совпадение, совпадение, и в принципе, визуально, ну, как бы, вроде нормально, не знаю, на мой взгляд, по крайней мере. Так, ну и шов. Вот про этот шов я тоже говорил, что он вот здесь не совпадет, что именно вот как раз по кубикам по вот этим буду делать. Почему шов не совпал? Так, вот здесь и вот здесь, потому что в предыдущем видео, также я это оговаривал, все, нам пришлось смещать вот этот вот кафель, как бы вниз, чтобы натяжной поторог получился от середины вот этой клитки, как у нас он и вышел. Тут, кстати, черный натяжной поторог с одним точечным светильником, вот так он смотрится. И вот от середины плитки я вот это расстояние подогнал и у меня вышло вот здесь вот чуть больше, чем, ну или чуть меньше, чем цельная плитка, чуть-чуть больше, чем под середину плитки. То есть подрез тут совсем небольшой. Визуально, мне кажется, это тоже не так вот, не сказать, что сильно плохо выглядит, особенно вот сверху стоишь, ну, не цельная плитка снизу идет, ну и ладно. Так, ну, здесь сантехнический лючок обычно, вот этот пластиковый, вентилятор стоит, вентилятор включается от света, вот тут еще решетка. Так, ну, ванна, ванна также уже готова почти, здесь осталось установить саму ванну, ванна акрировая. Вот он, как раз вот этот угол, 90 градусов, где я делал, это вот как раз под ванну было. Вот хозяева привезли мебель уже, тут ванную, зелка, там тумбы всякие. Так, здесь осталось, осталось поставить розетку. Так, ну, вот по вот этим вентилям сразу скажу, что многие пишут, вот зачем вот эти вентили торчат. Понимаете, это эконом-ремонт, это не элитный какой-то ремонт, тут цена просто за работу, это эконом-ремонт. То есть вы не забывайте и просто переваривать заново, вот сантехники до меня, сварили вот эти, как сварили, так и сварили. Тут ничего не переделывалось. То есть я специально делал короб, очень маленький, чтобы вот мне под эти вентили хоть как-то подогнать, чтобы вентили открывались. Потому что заново переваривать стояк, перекрывать воду хозяева просто не стали. Потому что уже тут, ну, как бы и так все впритык по деньгам. Поэтому не надо мне говорить, что вот эти вентили там торчат. Вы не забывайте, я делаю ремонт не элитный. Хотя у меня в эконом-ремонте все швы запилены под 45 градусов. И это я на всех так делаю ремонтах. Не без разницы, как бы эконом-не эконом. Я делаю нормальный ремонт. То есть вот это вот, это эконом-качество, по идее, сделано, извините, намного не как эконом. Так, ну вот, уже в этой комнате обои наклеены. Здесь, это, кстати, корейские обои, широкие обои, метр 6. И самое интересное, что они, эти обои, тоже мажутся клеем. Вообще, широкие обои, как правило, они не мажутся клеем сами обои, мажутся только стенка. Ну, вот эти полосы, которые остаются, это сразу хозяевам я про них говорил, что на темных обоях, синих, черных, коричневых темных, и серых темных. На них, на всех будут видны вот эти вот полосы. Они в любом случае видны. Потом их, конечно, можно маркером как-то подкрасить. Ну, они у вас в любом случае будут видны. Я ни разу не видел, чтобы темные вот такие вот обои, вообще без рисунка, клеились так, что не видно было вот таких вот, как порос между ними. Хотя тут склей весь убран, губкой я его оттирал, весь этот клей. В любом случае так вот получается. Да, потолки также тут вот натяжной, натяжной матовый. В коридоре глянец у нас. Светильники так вот расположены, потому что здесь вот будет еще шкаф Стэнли. И вот часть какую-то закроет. И вот светильники как раз вот под шкаф выходят. Так, кухня. Кафель. Ну, кафель уже расшит. Остались вот эти обои наклеить. В принципе, тут тоже почти все уже. Вот такие вот обои будут. На кухне поторог также матовый. Шесть точечных светильников. Так, и еще вот про эту штучку я забыл вам рассказать. Здесь будет такой вот коробок. Он будет закрываться. Вот здесь я еще, честно говоря, не знаю. Ну, я делал из пластика такие специальные. То есть, не я делал, я заказывал из пластика. Ну, вот подобные, как вот окна делают. Такие же. Но они идут раздвижные. Или открывающиеся. То есть, получается, ну, такая же вот заказывается, как вот окна делают из стеклопакета такой. И он можно с одной стволкой открывать. Можно с двумя стволками делать. Допустим, одна стволка открывается и вторая стволка открывается. Можно раздвижной там в одну сторону, в другую сторону. Ну, здесь это уже от хозяев. Что они тут закажут потом? Может быть, это будет из дерева, что-то из МДФ какой-то из МДФ какой-то какая-то дверца будет из МДФ. Ну, то есть, тут уже на усмотрение хозяев. Так, дальше, дальше. Ну, все, я начинаю сейчас клеить обои. Кстати, по обоям вот еще хотел напомнить. У меня вот здесь хозяева не хотели сперва ровнять стены два раза шпаклевкой и хотели на один раз зашпаклевать. Ну, вот представьте, если бы вот такие вот обои, на которых вообще вот все видно, вплоть до того, что там где-то если клей проступит чуть-чуть, ну, вот может как-то, но это я уже подношу очень близко. Ну, тут вот даже какая-то сориночка есть. Хотя издалека это не видно. Ну, не то, что даже издалека, в принципе, это не видно. Вот представляете, если даже тут плохо бы было зашлифовано, я даже под рампочку все стены зашлифовал. Это я под обои делаю, не забудьте эконом-ремонт. И вот наклеить такие обои на плохо подготовленные стены, да у вас они вообще все покажут буквально. Каждую, не знаю, крупинку. Так, ну, в принципе, все, друзья, наверное, на этом. Доделываю я квартиру эту. Думаю, что закончу где-то я ее к началу следующей недели. Сегодня у меня 18-ая. Сегодня идет 18-ая что там, мая. Начали я 28-го часа 28-го марта. Ну, вот, заканчивается второй месяц. Я успеваю. не забудьте, что мы же еще натягивали здесь потолки. То есть, 4 дня я не работал. Потолки натягивал друг мой, напарник, скажем так. натянув он их за полвремени, ну, где-то 3-4 дня там вышло. Опять же, цена натяжных потолков вот здесь вот на всю квартиру, вот эту двухкомнатную, да, на всю квартиру, туалет, ванна, вот это со всеми светильниками. Цена за работу 30 500 рублей. Поэтому, когда мне кто-то пишет, вот у вас там, там, что-то там не так сделано, вы сравниваете цену. У меня не квартира, там, как у, допустим, у Алексея Земского он показывает, там такой ремонт, такой ремонт, вот так сделано, так сделано. И то у него это довольно простые квартиры, там, не знаю, насколько уж лучше сделано, чем, допустим, у меня здесь, но, извините, ценник-то, насколько там больше. Там, не знаю, последнее видео, там за 2,6 ляма, там только какую-то проводку кинули, где он показывает вот эти косяки, где-то в Москве или в Подмосковье у человека, где сделали такой ремонт косячный, что за 2,6 млн по-моему, просто кинули электрику, ну, кому интересно, можете зайти посмотреть, там, что-то стены как-то на штукатурили, частично какие-то там сантехнику, сделали, и все это закосячили, и он показывает, как вот это все плохо, и что за такую цену сделали, да извините меня, у нас, ну, вот на эту квартиру вот вместе с материалом, я думаю, с установкой дверей, с раминатором, со всем кафелем, и со всей сыпучкой, и со всей, не знаю, вообще все вместе, ну, уйдет, наверное, 1500, это все, эта квартира, все полностью готовая, с дверями, все, заходи, живи, и поэтому, знаете, когда мне потом предъявляют, что, блин, вот у вас там что-то, вот здесь вот маленький косячок, или вы там трубы не так паяете, извините, но я за трубы, за распайку, 3500 беру, я, да, ни 15, ни 20, ни 40 тысяч, если 15, 20, 40 тысяч, я не берусь за эту работу, я вызываю уже других специалистов, которые делают уже разводку, ну, я уже за эту работу просто не берусь, я знаю, что я, я не, не квалифицированный специалист, то есть, я вот свою работу, я знаю, да, вот я так вот делаю, и за эти деньги, такого качества, ну, не знаю, не то, что даже в Москве, даже у нас мало кто делает, вообще делает, не делает, не знаю, ну, а почему за эти деньги делают, ну, потому что просто, у людей тут реально очень плохо с деньгами, скажем так, люди мало получают, зарплаты низкие, и, как бы, по сравнению с ними, у меня очень хорошие зарплаты выходят, хотя и оценки очень низкие, но я беру чисто, но на объеме, на скорости выполнения работ, а качество у меня, я стараюсь делать такое, чтобы человек не мог придраться, просто вот визуально, обычный человек, ему же не надо там, если он, ну, он все равно представляет за эти деньги, какой примерно ремонт, и когда он приходит и видит мои ремонты, какие я делаю, и сравнивает там друзей, ну, он видит, что я за ту же сумму, а возможно даже ниже, у меня намного ремонт лучше, качественнее, чем тот, и причем это все без всяких там косяков, и потому что там то кто-то забухает, то на работу не вышло, то одно, то второе, у меня, допустим, хозяева, ну, могут приехать там, ну, 3-4 раза вот на такую квартиру, мне они, в принципе, не нужны больше, первый, первый там раз-два на черновой вариант, где там, куда там розетки расположить, где там что будет, где гипсокартон, где, ну, такие, потом, второй раз, допустим, там человек приехал, уже там кафель на раскатку, надо там посмотреть, как сделать, ну, и там третий раз обои там, или что-то такое наклеить, и все, мне, в принципе, и я людям тоже не звоню, и там не, не спрашиваю, вот так вот надо делать, ну, то есть, не в том смысле, смысле, что не спрашиваю, как надо делать, не отвлекая их от работы пустяковыми вопросами, которые, ну, я, допустим, работал, да, вот, знаю тоже самое, потому что, ну, это бытовые ремонты, они, ну, не знаю, у меня вот таких вот квартир, ну, за год штуки три, да, проходят, плюс еще, еще мелкие там всякие, там, чисто ванные комнаты, просто комнаты, и, ну, все равно, работы-то все примерно однотипные, зачем мне человека напрягать, там, лишний раз, там, звонить, там, вот, приедьте, посмотрите, я так уже это все знаю, как это что-то делается, наоборот, там подскажу, если там что-то люди не знают, скажу, как надо. Так, ну, в общем-то все, я думаю, следующее видео, вот, это будет уже конечный результат, правда, он, наверное, будет еще без дверей, без установки дверей, потому что, ну, двери здесь будут явно устанавливать попозже, возможно, камень я еще не наклею в зале, хотя, наверное, уже наклею, потому что еще камень сейчас скоро придет, может быть, если не задержится. В общем-то все, подписывайтесь на канал, ждите следующее видео, конца ремонта квартиры, до свидания.